Здорово, YouTube, Максим Густарёв на связи. И вот все ваши линзблары, колорпойнты и HDR, которые нам пропихнули в виде инноваций в фотошопе, полная шляпа, и они меркнут в сравнении с тем, что нам затизерили о Бобе на конференции Max. От некоторых проектов я, честно, прифигел, ведь они точно изменят представление об обработке фотографии. Погнали разбираться. Начнём с самого необходимого для простых фотографов, и в ту же очередь простого, практически реализованного проекта Stardust. В будущем каждая загруженная фотография в Lightroom будет сканироваться на объекты, и каждый из основных объектов можно будет перемещать. К примеру, сместить человека простым drag-and-dropом. При этом фон автоматически заполнится генеративной заливкой. Круто, но ведь всё то же самое уже можно сделать в фотошопе. Да, автоматическое определение объектов уже имеется, да и генеративная заливка отлично работает, но для всего надо делать много кликов мышью. А при обработке фотографий в Lightroom нужно уходить в фотошоп. А теперь представьте, что простым drag-and-dropом можно будет это делать в самом Lightroom без фотошопа. И выделить можно не только главных героев, но и случайно попавших на фон людей. Просто нажать одну кнопку и почистить фон от толпы. Вот это было бы реально круто увидеть в ближайших бета-версиях Lightroom и Camera RAW, тем более, что весь, в принципе, функционал для этого реализован. Осталось интегрировать в UI. Туда же пойдёт генеративная заливка по выделенной области и автоматическое определение сюжетных областей. Но больше всего мне понравилось, как Stardust Project продемонстрировал работу с перекрытыми портретами, которые генеративная заливка вполне неплохо дорисовывает сама. Ну и в традициях крупных корпораций мы делаем ужасный кадр прекрасным, ну, просто выкинув из кадров всех белых. Честно говоря, смотреть презентацию можно было ради одного этого тизера. Проект Stardust точно сделает фотографию более пластичной. Ведь то, чем раньше мы не занимались, потому что долго и лень, теперь можно будет делать простым дрэг-н-дропом. К улучшениям Lightroom'а также можно отнести проект Смотри насквозь. На самом деле он позволяет убрать отражение при фотографировании через стекло. Вот кадр, сделанный с улицы. А вот так он выглядит после нажатия на кнопку «Убрать отражение». Ну или вот кадр, сделанный через витрину магазина. А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? А какое полезное изобретение! Бах, и нет витрины. Респект разрабам, что для наглядности они добавят функционал сепарирования изображения на составляющие. Можно будет вытащить из кадра само отражение. Интересно, как этот инструмент сработает на кадрах мультиэкспозиционных, ведь, по сути дела, кадр, сделанный через стекло, это и есть мультиэкспозиция. Едем дальше. Проектов было много, и я постараюсь рассказать о каждом кратко. Project Fast Fill, ну или быстрая заливка. Это трекинг в видео и генеративная заливка в одном флаконе. Выделили область на одном фрейме, заполнили ее, нажали на кнопку, а нейронка заполнила остальные фреймы в видео. На примере успешного адвоката-дядьки или трейдера, хрен знает кто он вообще такой, показали, как автоматический трекинг и генеративная заливка в совокупности умеют подстраиваться под освещение, что делает втреченный объект намного более реалистичным. Просто посмотрите на этот галстук, на него падают различные света, отбрасываются тени, и в зависимости от положения человека в пространстве относительно света, также изменяется цвет и свет на самом галстуке. Ура, программа не крашнулась! Fast Fill умеет подстраиваться не только под освещение и перспективу, но даже под дисторсию, что видно на примере с чашкой кофе и притреченным рисунком пенки. Ну, наконец-то, Adobe добрались до Image to Image, и функционал Stable Diffusion с Control Net плавно перекочевывает в иллюстратор. В чем фишка этого проекта? От пользователя требуется создать простой скетч, а нейронка по нему сама дорисует векторное изображение, которое можно будет там же автоматически и разукрасить, или накинуть еще один объект, либо заполнить фон по такому же нарисованному от руки скетчу. Уверен, в перспективе этот механизм появится в теле иллюстратора. Ну, а позже и в самом фотошопе с полным реализмом. Слава Stable Diffusion с Control Net. Что делать, когда многие сервисы свалили? Хочу подписку на Adobe, или YouTube, или на Миджурни, пожалуйста. Все это делается через пару кликов через сервис OneSup. У ребят огромный арсенал всевозможного софта. Creative Cloud, Canva Pro, Captcha, Figma, Duolingo, и Lingualeo, Миджурни, чат GPT+, можно даже забустить сервер на Дискорде. И разобраться уже, наконец, с подпиской на YouTube, Netflix или Amazon Prime. Все ключи являются на 100% лицензионными, потому что они оформляются на ваше имя, на ваш имейл. Но как это работает? Да очень просто. Условно, у ребят из OneSup есть карта зарубежного банка. А у вас есть аккаунт, который можно пополнить только зарубежными платежными средствами. Тут ты подключается в OneSup. В случае YouTube или Duolingo вы передаете логин и пароль к своему аккаунту. Разумеется, рекомендуется создать нулевый на новую почту, чтобы ваши данные никуда не утекли там. Ребята заходят на ваш аккаунт, прикрепляют свою банковскую карту и оплачивают подписку. И вуаля, у вас есть абсолютно лицензионный софт. Но во многих случаях, к примеру, с подпиской от Adobe Creative Cloud или Netflix от вас требуется только предоставить почту без пароля. И подписку вам оформят в течение 30 минут. На официальном сайте OneSup.ru вы всегда можете посмотреть актуальный список программ, софт, там просто реально очень много всего интересного, почитать публичную аферту, а также посмотреть отзывы. Выбирайте для себя подходящую подписку и перестаньте уже страдать от глючных пиратских софтин. Ну а мы продолжаем. Проект Possible тоже перекочевал из Control.net. На данный момент генерации Firefly неуправляемы в плане поз и ракурсов. Но с проектом Possible мы имеем инструменты работы с марионеткой, которую вы можете выставить в нужную позу и использовать ее как референс, подсказку для нашей генерации. Так как Adobe делает юзер-френдли интерфейс, от пользователя не требуется умение работы с 3D. Ну и так, если по чесноку, для многих будет трудно придать кукле необходимую позу. Поэтому в проекте Possible предусмотрено автоматическое изменение позы марионетки при взаимодействии с представленными объектами. Кукла сама сядет на кресло, и от пользователя потребуется только выбрать ракурс для генерации. Также позы можно будет импортировать из внешних источников. От вас потребуется просто скормить фотографию с позой, а Possible сам определит позу и передаст ее марионетке. Очень приятно, что Adobe наконец-то доросли и до нормального апскейлера, который также генеративно будет увеличивать разрешение на фото, видео и даже гифках. Давно пора, а то пользоваться сторонними апскейлерами типа Topaz или Pixelbin мне уже надоело. Ого, вот это мне понравилось. Project Neo. Интуитивно понятный 3D-редактор для создания простых форм и взаимодействий между ними. Да, я знаю, что есть бесплатный блендер, у которого условно неограниченный функционал. Но чтобы там что-то сделать, надо реально изучать программу. А вот порог вхождения в редактор Neo минимален. Презентации показали, как с помощью ограниченного количества инструментов сделали очень приятный макет здания и игровой площадки. В качестве изометрической миниатюры для небольшого рекламного кампейна это просто находка. В блендере на сборку подобного надо потратить намного больше времени. И это при условии, что ты разбираешься в блендере. Проект Neo же станет отличным и функциональным дополнением для всех дизайнеров. Ведь созданный проект можно спокойно экспортировать в векторе напрямую в иллюстратор. В слоях, разобранный. Очень жду релиза, прям хочется его потыкать. Проект сцен change. Опять трекинг, опять композинг. Берется один видеошот с человеком и другой с бэкграундом. После анализа они композятся с учетом ракурса, угла обзора и расположения объектов в 3D-пространстве. Для автор-эффектчиков, я думаю, это крышесносно. Если среди моих зрителей есть такие, то напишите в комменты, что думаете по этому поводу. Проект DubDubDub это условный переводчик, который сохраняет оригинальные голоса. Допустим, исходник у нас на английском языке. И прогнав его через DubDubDub, на выходе мы имеем аудиодорожку на испанском и немецком языке. К примеру. Кажется, совсем скоро мы и перестанем нуждаться в актерах озвучания. Иллюстраторщики, это для вас. Проект Glyph Is. Сразу пример. У вас есть пером, созданный контур с некоторыми буквами алфавита. Даже очень сложной формы. При запуске Glyph Is нейронка додумывает остальные символы и создает шрифт, который вы можете использовать для написания заголовок. Уверен тоже многим дизайнерам, этот проект очень сильно сократит время на работу. Ну и в завершении у нас вышла дамочка, одетая в цифровое платье, которая умеет изменять свою окраску в момент. Проект Primrose. Перерисовку можно заанимировать. И выглядит это свежо. Уже представляю, как в недалеком будущем на улице стоят промоутеры в таких платьишках и рекламируют какой-нибудь условный Яндекс или ставки на спорт. Жуть. Это все новые проекты, которыми обои с нами поделились. И многие из них мне уже не терпится потестировать. А чего больше всего ждете вы? Напишите в комментарии обязательно. Ну и поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok